Ну нахер. Да, это видео про то, как убить ведьму в ЛФД 2. И кто-то из вас может сказать «Ура, видос по ЛФТ!», а другие типа «Чё, видос по ЛФТ? В 2021 веке?» Там вон, вовсю хайпует киберпранк, ЛФД 3 скоро выходит. И вообще. Удивительно, но в ЛФД 2 до сих пор кто-то играет, несмотря на то, что игре уже 12 лет и она старше большинства моих зрителей. За последние 8 лет на игру вышло всего одно крупное обновление. Тем не менее, в ней продолжает держаться свой стабильный онлайн. Не важно, сколько у вас наигранных часов. Возможно, вы или ваш друг купили игру недавно за 50 рублей. Данное видео я постарался сделать интересным и познавательным для всех. Кто когда-то играл, до сих пор продолжает играть или только недавно открыл для себя эту замечательную игру. Наконец-то интересный выпуск. Есть сидячие ведьмы, которые чаще встречаются ночью, а есть бродячие, встречающиеся, соответственно, днём. Но есть исключения. Женщина плачет. Её можно понять, магазин-то закрыли. Сидячие ведьмы более опасны, потому что они более чувствительны и быстрее реагируют на выживших. Останьте ведьму в покое. Особо заражённые могут её спровоцировать, царапая своими лапами, если рядом находятся выжившие. Бродячая же ведьма никак на это не реагирует, поэтому царапать её бесполезно. Хватит! Это ни к чему не приведёт! Я беру дробовик. Самый действенный способ. Берёте любой дробовик и убиваете её одним точным выстрелом в голову. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Забудьте. Это распространённое заблуждение. И работает это только на уровнях сложности мастер и эксперт. А на лёгком, среднем и, самое главное, в сражении, ведьму можно убить одним выстрелом в любую часть тела. Это неожиданно! Главное выстрелить в упор и попасть всей дробью в ту или иную часть. По такому же принципу ведьма убиваются на бегу. Надо занять удобную позицию, подпустить её к себе как можно ближе и сделать один прицельный выстрел. Но что делать, если у вас не дробовик? Если это стреляет, значит надо брать. Другое оружие не проблема, если знать, как правильно оглушается ведьма. А оглушаются они по-разному, в зависимости от их типа. Например, неважно, как и куда вы выстрелите по бродячей ведьме, она всегда среагирует одинаково с небольшим оглушением. Сидячую же ведьму можно оглушить только точным выстрелом в голову из любой снайперской винтовки, автомата Калашникова или пистолета Магнума, при условии, что она в полностью спокойном состоянии. Её оглушение даст вам больше времени, чтобы успеть её расстрелять на безопасном расстоянии. Исключением является гранатомёт. Гранатомёт, как и баллоны, пайпы, разрывные патроны и другие взрывы, оглушают любую ведьму в любом её состоянии, что, конечно, всё упрощает. Как и огонь. Тут говорить особо нечего, ведьму можно поджечь многими способами. Иногда её можно самому загнать в тот или иной источник огня. Если по ней не стрелять, то она сгорит в течение 15 секунд. Но есть один нюанс. Бежать будем с одной скоростью. С моей. Скорость выжившего составляет 220 единиц. Скорость разозлённой ведьмы целых 300 единиц. То есть она быстрее вас почти в полтора раза. Если вы подожжёте сидячую ведьму, то её скорость упадёт до 200 единиц. И в этом случае вы будете даже немного быстрее. Скорость же бродячей ведьмы от огня никак не меняется и составляет те же 300 единиц, как обычно. Так что имейте это в виду и не пытайтесь от неё просто убежать. Или используйте глич споты. Помимо очевидных мест, где можно забраться куда-нибудь повыше и просто расстреливать ведьму, пока она будет взбираться. Есть много мест, где она банально не может вас достать или вовсе теряется и убегает. Я, кажется, разозлил ведьму. Я вижу ведьму. Вот в яблочко. А вот и убежище. Эй, вернись, я здесь. Постой-ка, у меня для тебя кое-что есть. Стволы для лохов, ножи, выбор мастеров. Чёрт! Чтобы убить ведьму, достаточно нанести по ней 4 удара в 100 миль оружия. Лучше всего это делать против бродячих ведьм. Подбегаете. Делайте первые 2 удара. Уворачивайтесь. Делайте другие 2 удара. О, класс! Повторить же это сидячие ведьмы, я не рекомендую. Ещё один миф, что бензопилой ведьму лучше убивать со спиной. На самом деле это одинаково работает с любой стороны. Просто сидячие ведьмы это сделать опять-таки сложнее. А я не желаю реализма. Я хочу магии. Ведьмы на реализме немного отличаются. Во-первых, они получают значительно меньше урона от обнестрельного оружия. Поэтому на них лучше не пробовать привычные способы с рыбовиком. Во-вторых, они сразу же убивают и выжившего с одного удара. Нихрена себе! Ух, ведьма! В основном же они себя ведут и убиваются точно так же, как обычные ведьмы. Столько же горят в огне и так далее. Ну а теперь можно рассказать вам о моём любимом трюке с прикладом. Ну да, рассказывай, да. Для этого нужно максимально близко подобраться к сидячей ведьме, не тревожи её. Оглушить её точным выстрелом в голову из соответствующего оружия. И пока она приходит в себя, успеть ударить её прикладом. И что это за такая хитрая стратегия? Если вы сделали всё правильно, то это продлит её эффект оглушения и можно прикладами продолжать держать её в таком состоянии сколько угодно. На удивление, неплохо. А в перерывах рубить её омелишкой, например, или делать по несколько выстрелов. Если ведьма будет хоть немного раздражена, то её не получится оглушить, и она моментально на вас нападёт. В таком случае иногда лучше отойти и дать ей время успокоиться. А потом попробовать снова. Ну и последнее, что я хотел вам показать. Хотите увидеть немного магии? Да, можно сделать так, чтобы от любого взрыва ведьма тупо исчезала. Но при соблюдении двух условий. Во-первых, будучи лидером лобби, вы должны создать игру на локальном сервере. А во-вторых, в свойствах игры вам нужно приписать параметры запуска минус ЛВ. Эта команда отвечает за исчезновение трупов в игре, что повышает производительность и улучшает видимость. Я всегда так играю, и это очень удобно. Но ещё она вызывает такой вот интересный баг, которым вы можете легально пользоваться даже в сражении с реальными игроками. Заходим в папку с игрой, открываем стандартным блокнотом File List and Server и вставляем в него специальные команды из описания под видео. Запускаем игру, открываем консоль и загружаем любую карту. Всё, теперь вы можете спокойно тренироваться. Если вам нужно оружие и снаряжение, нажмите Enter. Чтобы заспаунить бродячую ведьму, нажмите Page Up. Чтобы заспаунить сидячую ведьму, соответственно, Page Down. Если она вас положила, нажмите Delete. Это убьёт ведьму и поднимет вас на ноги. Можете тренироваться, экспериментировать и просто развлекаться. Всем спасибо, надеюсь вам понравилось. В комментариях задавайте вопросы, если что-то непонятно. Пишите, на какую тему вам было бы интересно от меня в следующих видео по ЛФД 2. Может о том, как играть за охотника, в оптимальных настройках в моём личном конфиге, в секретных картах файлах игры, или как я просто играю на паблике. А вы, кстати, ждёте летом Back 4 Blood? Многие фанаты уже крестили её как ЛФД 3. Я, например, возлагаю на игру Большие Надежды, потому что над ней работает та же студия, что подарили нам оригинальный ЛФД и Волв, который, к сожалению, провалился. Разработчики пытались его реанимировать, но он провалился снова. Хотя игра лично мне очень понравилась. Я успел наиграть в неё почти 2500 часов. А вы как думаете, сможет ли Back 4 Blood заменить ЛФД 2? Или она провалится, как и Волв? Напишите свои мысли в комментариях. Сейчас я готовлю видео по PUBG, в планах видео и по другим играм. PUBG, кстати, мне прислали ещё две вот такие красивые загадочные посылки. Я ещё не смотрел, что внутри, но если кому интересно, я публикую содержимое в сообществе. Так что убедитесь, что у вас включены все уведомления, чтобы ничего не пропускать, а то я заметил, что они включены далеко не у всех. А с вами был Инк, я по вам очень скучал, всех люблю и целую. Скоро увидимся. Пока. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но всё ещё ничего. Гаси свет!